Я устал, вы устали, но два обязательства у меня есть, именно которых я могу пойти. Это мой живой отец и мой покойный дядя. Дядя был поэтом, большим, сейчас вы знаете почему. И жил в Одессе. На его 85-летие тогдашний мэр Одессы Бадылан позвонил ему и сказал, «Измаил Борисович, что вы хотите в подарок?» Изя тут же сказал, «Потемкинскую лестницу». На что Бадылан, это же Одесса, она ваша. Так что теперь, знай, если кто-то будет спрашивать, чья Потемкинская лестница, она немножечко и моя. Измаил Борисович воевал. Он рассказывал, как его взяли в плен в первые дни обороны Одессы. Моя бабушка родила моего папу, он его встретил из роддома на трамвае, проводил до дома на Ольгиевской, сел на другой трамвай и поехал на передовую. Через 10 дней из всех, кто сидел с ним в окопе, осталось 8 человек, потому что их бомбили немцы, а румыны не хотели идти в атаку, чтобы занять. То есть немцы бомбили, а румыны не шли. Ну зачем румынам идти, когда и так бомбят немцев? То есть, понимаете, из 10 оставалось двое. И тут пришло пополнение, и было принято пойти в контратаку и занять румынские рубежи. Причем все это происходило на двух полях, которые я сейчас просто знаю, могу показать. На дальней. 5-6 утра, не знаю сколько. Сигнал в атаку. Изя с трехлинейкой. У него есть даже стихотворение, про как-то трехлинейка чуть не убила его, потому что она заедала все время, и он, отводя голодный взор, салом смазывал затвор. То есть вот жрать хотелось, а сало хранилось для того, чтобы он не заедал, и винтовки. И он кричит «Ура!». Ему 18 лет. Он бежит вперед и кричит «Ура!» по полю. Там метров в семь из драков. Ну, что-то пробежать. И вдруг он понимает, что что-то не так. Он не останавливается, он начинает озираться. «Ура!» кричит еще один урод, который справа. А вот это пополнение, которое пришло кубанских казарков, они стоят, подняв руки, потому что они еще в деревне договорились сдаться в первом же бою. И спокойные румыны, которые все это знали, выходят из окопов оттуда. А он бежит. И выходит пожилой, он говорит, я даже помню его усы, этого румына, снимает себя с сожалением, с каким-то, с горечью, даже каском, и бьет этой каской Изю Бугаларин. Два года румынского плена. Побег, штрафбат, медаль за отвагу, немецкий плен. Побег, штрафбат, медаль за отвагу. Начал рядовым, закончил рядовым. Две медали за отвагу. Хочу напомнить тем, кто не знает, три приравнивались к герою Советского Союза во время войны. Потому что это солдатская награда. Так вот, Изя, домашний человек, на 86-ю годовщину его жизни сказал, Саня, приезжай, давай мы с тобой вместе сделаем творческий вечер. Папа мой не смог приехать, потому что в Одессе очень много было гордонов. Даже шутили, что сто гордонов, все без гандонов. Ну, потому что дети рождаются, думаю. И так далее. Маня. Есть такой поэт, Игорь Неверов. Он написал, искусству нужен и гордон, имея в виду Измаилла, как престарелому гандон. На что Изя моментально ответил, искусству нужен и Неверов, как, блядь, в отряде пионеров. Это были веселые ребята, веселые. И вот мы провели творческий вечер вдвоем с ним. Он читал себя и братьев, я читал его и братьев. И я улетел в Москву. И пока я летел в самолете, он умер. Прям почти мгновенно. В свой день рождения. За два часа, что называется. Я знаю, что я вас утомил, но я предупреждал. Отец учился на семинаре у Слуцкого. Борис Абрамович Слуцкий, это великий поэт. Земля русская. Я вас сознательно жалею, не стану читать его стихи. Но однажды Измирил Борисович, это старший брат моего отца, приехал в Москву и оказался на семинаре. И они со Слуцким оставили семинаристов и пошли поговорить, как два фронтовика. И когда вернулись, Слуцкий сказал, а сейчас Измирил Борисович почитает свои баллады, потому что лучше о войне, сказал Слуцкий. Я не слышал.